МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире первого мутищенского информационная программа День в студии Аллы Сталаева. Смотрите в первой части выпуска. Первая неделя лета подходит к концу. Об актуальных событиях эти дни говорили на оперативном совещании при главе городского округа. Никита Чаплин провел прием граждан. Встречаемся с ветеранами, с инвалидами, с жителями, которые нуждаются, и обсуждаем вопросы о оказании материальной помощи. Борьба с борщевиком продолжается. Активно обрабатываются и муниципальные земли, и участки, находящиеся в частной собственности. Штрафные санкции, которые дал нам полномочия закон Московской области, я думаю, что начиная с этого года мы активно сможем эффективно использовать. Состояние зон отдыха в начале купального сезона обсудили в рамках заседания общественной палаты. Надо этот вопрос контролировать, соответственно, чтобы все это было на грани закона. А теперь об этом и многом другом более подробно. Первая неделя лета подходит к концу. Что она принесла? Как всегда, утром в пятницу об актуальных событиях этих дней говорили на оперативном совещании при главе городского округа Мытищи. Итак, какие темы значились в повестке дня? Особый противопожарный режим введен на территории Подмосковья. Подрядчики, вышедшие на ремонт дорог, взяли хороший темп. Исламский праздник Ураза-Байрам прошел на территории муниципалитета без происшествий. Ледовый дворец арены Мытищи стал лауреатом премии лидера спортивной индустрии. Подробности в первом сюжете новостного выпуска. 1 мая постановлением губернатора Московской области Андрея Воробьева на территории региона введен особый противопожарный режим. Это значит полить траву, разводить костры в непредназначенных для этого местах категорически запрещено. Однако не все мытищинцы соблюдают табу. Заметил глава городского округа Мытищи Виктор Азаров на еженедельном оперативном совещании. И следом вопрос, адресованный докладчику, замначальнику отдела надзорной деятельности Андрею Кутурову. А вы выходные дни патрулируете? Обязательно, да. Совместно с... А что они тогда жарят там шашлыки? Если бы вы патрулировали, наверное, бы не жарили там. Нет, ну патрулирование происходит, мы привлекаем их к административной ответственности. Они дальше жарят. А сколько административная ответственность? Сколько это денег? От двух до четырех тысяч рублей. От двух до четырех тысяч. Ну, недешево. Ну, видно, шашлык того стоит. За нарушение особого противопожарного режима уже оштрафованы 24 человека, заметил Андрей Кутуров. И все же Виктор Азаров потребовал от него усилить патрулирование берегов реки Яузы и других мест, которые незаконно посещают шашлычники. Постоянно в наш адрес пишут жители нарекания, что мы не в состоянии справиться с этой дикой историей. Вот условия сейчас созданы там в лесопарке. Прогуляться минут 30-40 и жаль на здоровье. Поэтому прошу вас обратить внимание, что выходные дни, тем более сейчас жаркая погода, наверняка потянутся к берегу и будут заниматься тем, о чем мы говорим. Между тем, нарушение правил безопасности – основная причина пожаров. С 1 января 2019 года на территории городского округа Мытища зарегистрировано 279 случаев. Погибло 10 человек. Только представьте, в три раза больше, чем за аналогичный период 2018-го. Травмы на пожарах получили 9 человек, а в прошлом – один. Наибольшее количество пожаров произошло в надворных постройках. 44 пожара. В многоквартирных жилых домах произошел 21 пожар. В частных жилых домах произошло 22 пожара. На территории садовых товариществ зарегистрировано 7 пожаров. В организациях пожары происходили 4 раза. В автотранспортных средствах – 19 раз. Отдел надзорной деятельности проводит профилактическую работу. Особое внимание его сотрудники уделяют воспитанию школьников, которые сейчас отдыхают в городских и загородных лагерях. Другая, не менее важная, летняя тема – ремонт улично-дорожной сети. В этом году на территории городского округа Мытища будет отремонтирована 121 автодорога. Интересно, что 116 из них проходят по сельской местности. Общая протяженность ремонта составляет 26,7 километров. Общий объем финансирования – 197 миллионов 694 тысячи рублей. Региональный бюджет участвует в ремонте 115 автодорог. Его доля составляет 95%. Это более 145 миллионов рублей. Причем три автодороги расположены на территории города, 112 – на территории сельской местности. Данные объекты выбирали с учетом приоритетности, основанной на первостепенной голосовании на сайте добродела, на жителей городского округа Мытища, а также на сайте ОНФ, Общенародного фронта, и с учетом технического состояния автомобильных дорог. Шесть автодорог и 15 тротуаров будут поправлены за счет муниципалитета. Интересно, что контроль качества осуществляется в том числе с помощью мобильных приложений. На этой неделе, 4 июня, мусульмане отмечали важное событие – ураза Байрам. Праздник в городском округе Мытища состоялся на территории спортивного комплекса «Строитель». Был организован комплекс мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности, охраны общественного порядка, обеспечению дорожной безопасности. Проверена территория на пожарную безопасность. Подготовлено обращение в адрес начальника управления координации деятельности медицинских и фармацевтических организаций номер один Министерства здравоохранения. О обеспечении порядка по организации медицинского обслуживания участников. Оказано было техническое содействие со стороны спорткомплекса. Транспортная проблема также была решена. На территории дворца молодежи организовали дополнительные места для парковки автомобилей. Обеспечивать порядок в день мероприятия помогали более 40 волонтеров. На стадион спортивного комплекса «Строитель» в день празднования ураза Байрам пришли 11 тысяч человек. Все прошло очень хорошо, грамотно, без задержек. И 20 минут 9-го территория была уже очищена, движение восстановлено и никаких вопросов, претензий не было. Еще одно событие на этой неделе. Ледовый дворец арена «Мытища» празднует победу. Он стал лауреатом премии лидера спортивной индустрии в номинации за заслуги в развитии зимних видов спорта. Важно подчеркнуть, что это не первая награда, полученная ледовым дворцом на данном конгрессе. В 2015 году арена «Мытища» была признана лучшим ледовым дворцом России. 15-й международный конгресс индустрии зимних видов спорта, туризма и активного отдыха, где был отмечен ледовый дворец арены «Мытища», проходил в Москве 29-30 мая. Интересно, что традиционно это мероприятие собирает лучших представителей отрасли. Надежда Звягинцева, Андрей Капустин. Информационная программа «День». День приема по личным вопросам состоит из самых разных тем. Но, по сути, все они требуют детального рассмотрения. Первый заместитель председателя Московско-областной думы Никита Чаплин привлекает к работе с обращениями граждан, специалистов муниципальных служб и соцзащиты. За короткое время можно найти оптимальное решение, даже если вопрос затягивается на месяцы. Надо сказать, что сегодня почти в каждом дворе люди хотят видеть новую благоустроенную детскую площадку. По этой теме сразу несколько обращений. Хотят ее видеть и на Сукромке 6, и на Колпакова 38. Но, увы, немногие знают, что этот вопрос можно решить через портал Добродел, если провести активное голосование за свою территорию. Тогда ее включат в план реконструкции, который охватит за 7 лет более 700 детских площадок. План составляется именно по таким заявкам или при прямом обращении. Мы со своей стороны готовы в план включить ее новой. Новых мы же 50 площадок ежегодно делаем. Обещания, которые дали в 2016 году жителям с главой вместе, выполняем и держим полностью. Мы не против эту площадку сделать. В любом случае, людям надо проявлять больше активности и при выборе проекта благоустройства, и при содержании площадки в хорошем состоянии. Такое сотрудничество всегда дает хороший результат. Очень разные вопросы. И вопросы, которые касаются в целом развития нашего города. И частные вопросы. Снос гаражей в кооперативе «Химик-2». Ситуация в гаражном кооперативе чуть ли не списана со знаменитого фильма «Гараж». Ведомственная путаница требует спокойного устранения недопонимания, а не многомесячной волокиты. Такая позиция вырабатывается именно здесь, в ходе приема по личным вопросам. Сергей Берзин, Денис Петров, информационная программа «День». Борьба с борщевиком в городском округе Мытищи продолжается. Активно обрабатываются и муниципальные земли, и участки, находящиеся в частной собственности. Как проводят эту работу в территориальном управлении Фидоскина, на днях проверили члены партии «Единая Россия». Процесс по химической обработке борщевика Сосновского в Мытищах идет в плановом режиме. Рабочие трудятся в непростых условиях – в жару, в защитных костюмах и масках. Метр за метром обрабатывают участки, которые облюбовал для себя этот опасный сорняк. Находясь рядом без специальной экипировки, чувствуешь въедливый запах яда химикатов – это арбарициды. Попадая на листья, эти вещества проникают внутрь докорневой системы и почти в 90% случаев убивают растения. В последние годы в Московской области уделяется особое внимание борьбе с борщевиком Сосновского. В 2018 году Мособлдума приняла закон, обязывающий удалять сорняк не только на государственных землях, но и на территориях, прилегающих к предприятиям и даже на участках частных домовладений. Как эта работа происходит в деревне Троица-Сельцов, проверили члены партии «Единая Россия». У нас есть уже успешный опыт борьбы на муниципальных землях, но, к сожалению, то, что где в частном владении, еще остается проблемой убедить собственника добиться. Но те штрафные санкции, которые дал нам полномочия закон Московской области, я думаю, что начиная с этого года мы активно сможем эффективно использовать. Суммы выплат в случае неисполнения закона начинаются с 2000 рублей для физических лиц и достигают одного миллиона рублей для учреждений и предприятий. Напомню, существует три способа удаления опасного растения – химический, агротехнический и механический. Главное – проводить работы по удалению борщевика регулярно и не оставаться безучастным. Если даже нескольким растениям удастся зацвести и дать семена, все приложенные усилия сведутся к нулю. О местах локализации борщевика мытищенцы могут сообщить по телефонам контрольного управления и единой дежурно-диспетчерской службы. Анна Мусаликина, Андрей Капустин, информационная программа «День». Общественная палата городского округа Мытища рассмотрела ряд вопросов, привлекших внимание многих граждан. В первую очередь это состояние зон отдыха в начале купального сезона. Таких объектов на территории городского округа более 60, но содержатся они по-разному. Многое зависит от общественного контроля за местами общего пользования и не только. Инфраструктура летнего отдыха делает привлекательным облик любого муниципального образования. Городской округ Мытищи для этого имеет большой потенциал. Пять водохранилищ, большая заповедная зеленая зона, исторические памятники, поток гостей постоянно возрастает. Реконструируются базы отдыха, разрабатываются новые туристические маршруты. Есть что показать, есть где принять гостей. Но внимания общественных организаций, в том числе к экологической проблематике, умалять никак нельзя. Именно с их помощью Мытищи должны стать зоной образцового порядка и комфорта, чтобы повысить свою привлекательность. По второму вопросу повестки о принудительной эвакуации автотранспорта при участии сотрудников ГИБДД, информацию предоставил заместитель начальника ОГИБДД Игорь Алексеев. По его словам, 90% всех эвакуаций проводится со стоянок для инвалидов, но и при этом не обходится без недоразумений. Некоторые люди паркуются действительно не там, и это хорошо, что эвакуируют, а некоторые паркуются, то есть припарковались, их забрали, они начинают жаловаться, что они там с инвалидом приехали, некоторые там не зарегистрированные инвалиды. Я думаю, что надо этот вопрос контролировать, соответственно, чтобы все это было на грани закона. В городе постоянно находятся два эвакуатора, за работой которых следит один инспектор. Кто-то настаивает, что им надо проявлять большую активность. Кому-то кажется, что и она без того велика. Но проблемные точки все-таки выявлены и заявлено о сотрудничестве в спорных вопросах при эвакуации автотранспортных средств с улиц города. Сергей Берзин, Константин Химичев, информационная программа «День». Смотрите во второй части выпуска. В Мытище приехали гости из Плотска. В составе пульской делегации спортсмены-пловцы. Очень хорошие, мы очень счастливы, что мы можем здесь быть. Оргкомитет губернаторской премии «Наша Подмосковья» планирует вручить лауреатам одну тысячу премий. Общий призовой фонд составит 180 миллионов рублей. До сих пор ни один субъект Российской Федерации не обогнал, за что очень признательный губернатор Московской области. В округе продолжается акция «Свет в окне». Да-да, недовольны этим. Спасибо им большое, алиминации. Научиться управлять автомобилем, чтобы сдать на права, это легко. Но мне важнее научить человека не рисковать. Знаете, что больше всего уносит жизни? Обгон по встречке. Не надо. Если у вас ребенок в машине, нет ни одной причины рисковать его жизнью и выезжать на встречную полосу. Опасно думать, что окна не интересуют вашего ребенка. Что он оставит без внимания пролетающий самолет, птичку или снежинку. Ребенок следует мощному исследовательскому инстинкту. Несколько секунд и ребенок уже на подоконнике. Москитная сетка не удержит ребенка. Крепление ее непрочно, а иллюзия опоры создается. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В Матище приехали гости из Плоска. В составе польской делегации спортсмены-пловцы. Им предстоит участие в Кубке Бригантины. 12 ребят уже приступили к тренировкам. Вместе с тем в первый день состоялся официальный прием в окружной администрации и экскурсия по картинной галереи. После соревнований молодежь ждет поездка в музей космонавтики и на Красную площадь. Традиционно визит в мытище гостей из городов-партнеров и побратимов начинается с официального приема. В окружной администрации делегации приветствуют первые лица муниципалитета. Сегодня спортсменов из Плоска встречает Ирина Шилова. Я выражаю уверенность, что ваше пребывание сегодня у нас будет теплым, погода позволяет и плодотворным. Соглашение о сотрудничестве со старейшим городом Мазовецкого воеводства Польши подписано в мае 2006 года. Хотя фактически общаться и обмениваться делегациями мытищий Плотск начали с 2003 года. Основной акцент сделан на образование, культуру и молодежную политику. В этот раз тренеры Анетта Молдавско-Недзельская и Ханарата Хиршфельд приехали вместе с 12 юными спортсменами. Это очень важно, потому что молодежь разговаривает, учится тому, что не только польский, не только английский, не только германский, но очень друзья могут быть все. Потому что мы очень хорошие, мы очень счастливы, что мы можем здесь быть. У вас очень хороший город, очень симпатический, супер, окей. Официальная часть приема завершилась традиционным обменом подарками. После ребята отправились на экскурсию в картинную галерею. Там как раз сейчас проходит выставка работ воспитанников детских школ искусств. Иностранные гости с удовольствием ознакомились с экспозицией, поделились своими впечатлениями в книге отзывов, а некоторые в ответ на мытищенское гостеприимство неожиданно высказали свое признание в музыке. Я не только занимаюсь в спортивной школе, но и недавно закончила обучение в музыкальной школе. Вообще я еще не определилась, что для меня важнее музыка или спорт. Но это произведение я исполняла на выпускном экзамене и получила самую высокую оценку. Я желаю всем ребятам, которые завтра выйдут на дорожку, обязательно показать высокие результаты. В высоких оценах ждет и Виктория. На соревнованиях по плаванию, которые будут проходить в пятницу и субботу на базе бассейна «Бригантина», она и ее друзья из Плотска поборются за призовые места в одноименном кубке. Я впервые в России и очень рад, что приехал сюда и буду принимать участие в соревнованиях. Для меня это очень важное событие, потому что я тренируюсь уже 6 лет. Нет, извиняюсь, не 6, а уже 9 лет. Мне приятно находиться здесь. Мое хобби, главное хобби – это плавание, конечно. Еще я играю на гитаре и люблю кататься на велосипеде, много на нем езжу. В общем, я такой активный человек. За 12 лет сотрудничества в области спорта уже выработан своеобразный план взаимодействия. Наши ребята – неизменно участники открытого турнира по плаванию памяти Цезаря Пиарковского, а польские спортсмены ежегодно соревнуются за кубок главы округа по плаванию. Пожелаем удачи всем участникам мытищинских соревнований и пусть спортивный интерес перерастет в крепкую дружбу между молодежью двух стран. Юлия Федорененко, Андрей Капустин, информационная программа «День». Оргкомитет губернаторской премии «Нашу Подмосковье» планирует вручить по итогам конкурса одну тысячу премий. Общий призовой фонд составит 180 миллионов рублей. Об этом на пресс-конференции сообщила журналистам министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирина Плещева. Подача заявок стартовала 3 июня и продлится до 4 августа. Церемония награждения лауреатов запланирована на начало ноября. Подробнее об условиях участия в конкурсе в материале Юлия Федорененко. Премия «Наша Подмосковья» родилась благодаря неравнодушным людям, которые, несмотря на свои хлопоты, на свою занятость, на безумный и быстротичный мир, находят время дарить добро, дарить внимание. Этими словами приветствует всех участников проекта на официальной странице премии губернатор Андрей Воробьев. И таких неравнодушных за 7 лет существования премии оказалось без малого четверть миллиона жителей Подмосковья. За все это время более 230 тысяч жителей поучаствовало в нашей премии. И 11778 заявителей вообще получили денежные премии в размере до 500 тысяч рублей. Это беспрецедентная история. Пока нас до сих пор ни один субъект Российской Федерации не обогнал. За что очень признательный губернатор Московской области, он, несмотря на разные сложности, в том числе экономической ситуации, он всегда в приоритет ставит неравнодушных граждан и их проекты, которые они делают для Подмосковья. Старт очередной премии дан пресс-конференции. В ней принимают участие министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирина Плещева, председатель Совета по присуждению ежегодных премий Московской области «Наша Подмосковья», народный артист России Евгений Князев, а также другие члены Совета. В этом году призовой фонд традиционно составит 180 миллионов рублей. Прежде всего премией награждаются люди, которые реализовали свой проект. И далее реализовали его с такими наиболее благородными целями. В результате реализации этого проекта они принесли определенную пользу не только там одному человеку. Хотя это тоже очень важно, и такие тоже могут быть проекты отмечаться. Но все-таки о каком-то определенном большом количестве людей. Премии будут присуждаться за проекты в четырех номинациях. Экология, творчество и духовное наследие, волонтерство и благотворительность, прорыв. Прием заявок стартовал 3 июня, продлится до 4 августа. За первые дни на официальном сайте премии «Наша Подмосковья.РФ» уже опубликовано больше тысячи проектов, и они продолжают активно поступать. Юлия Федориненко, информационная программа «День». Как давно вы помогали людям и делали добрые дела безвозмездно? Музичинские волонтеры, например, этим занимаются регулярно и организуют такие акции, как «Свет в окне». Задача ребят – помочь ветеранам нашего округа навести порядок в доме и помыть окна. На одном из таких мероприятий побывала и наша съемочная группа. Спасибо большое за подарок. Давайте мыть окна. Давайте. К Светлане Кузнецовой, жительнице дома номер 14 по улице Водопроводная станция, ребята из волонтерского корпуса «Ладья» приходят уже третий раз. Этот участок в 10 соток с домом принадлежит ей уже 20 лет. В 72 года Светлана Александровна старается и за хозяйством, и за огородом следить. Но одной справиться все же тяжело. Сил на все не хватает. Поэтому от помощи таких добрых помощников не отказывается. Они вот, видите, приехали, окошки помыли. Я очень благодарна, довольна этим. Спасибо им большое. Они молодцы. Вместе с хозяйкой дома волонтера встречает верный пес Черныш. Он живет с ней уже 13 лет. Светлана Александровна 32 года проработала в конструкторском бюро химического машиностроения. А в 1998 ей предложили должность машиниста водонасосной станции на Матищинском водоканале. Несмотря на пенсионный возраст, наша героиня старается вести активный образ жизни и радоваться каждому дню. А приход волонтеров – это не только хорошая помощь, но и возможность пообщаться, поговорить о жизни. Старичков таких вот у меня хорошо семья есть. Там сын, сноха, внуки. А есть же одинокие вообще. Не могут никуда не пойти, не купить себе ничего. Ну и дома так вот и приберутся, и продуктов принесут. Я считаю, что это очень хорошее движение. Активисты волонтерского корпуса «Ладья» в этом году начали проводить акцию «Свет в окне» в апреле. Более 60 ветеранам будет оказана такая помощь за летний сезон. В первую очередь эта акция должна продолжаться, потому что, к сожалению, никто из нас не молодеет. И, соответственно, с возрастом все сложнее и сложнее становится ветеранам. Как-то вся по дому убираться. Опять же окна мыть. Соответственно, с каждым годом это все актуальнее и все лучше. И я считаю, эту акцию нужно продолжать и никогда не останавливаться. После проведенной работы хозяйка гостеприимно пригласила волонтеров к столу. За чашкой чая активисты рассказали Светлане Александровне о своих молодежных начинаниях и интересных проектах. И, конечно, ребята пообещали, что придут к ней и помогут по хозяйству еще не раз. Алла Сталаева, Андрей Капустин. Информационная программа «День». Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» – полноценная программа и основа физического воспитания. Нормы ГТО на этот раз давали воспитанники восьми детских дошкольных учреждений. Подробности в сюжете Ярослава Ярославцева. На улице около 30 градусов жары, но такая солнечная погода детей не пугает. Сосредоточенные лица бегунов. Последний, третий круг по стадиону дается уже с трудом, но до финиша приходят все без исключения. Ведь на кону значок ГТО. В нашем детском саду из четырех подготовительных групп, отборочный тур прошли порядка 36 детей, которых мы взяли именно на тестирование. Это большая цифра? Это большая цифра, да. Из них, но только несколько человек не дошли до последнего этапа. Основная масса детей претендует на серебряный значок, несколько человек на золотой значок, ну и один-два человека на бронзовый. Второй этап уже проходят те дети, которые успешно сдали первый этап. Это то есть на золото, серебро или бронзовый первые пять дисциплин. Да, так что это все претенденты на знаки ГТО, на знаки отличия ГТО. Ну, в частности, большая аудитория на золото. Дети действительно сейчас сдают те дисциплины, испытания, которые сдают взрослые, просто немножко в другом формате. Первые пять дисциплин воспитанники сдавали на базе детских садов. Отжимались, качали прессы, плавали. И вот завершающий, самый волнительный для родителей этап. Мы каждое испытание готовили с папой, с мамой, бегали вместе с ней. Переживаем, конечно. Даже маленькая наша бегает, да, Риш? Бегаем, готовим. Ездили на стадионы, да, тренировались. Очень хотим на золото. Мы идем, мы на самом деле идем. На золото. Да. Волнение родителей на детях никак не сказалось. У каждого ребенка уже серьезные личные результаты. Уже завоевали какую-нибудь медаль? Да. Какую? Третью и первую. Так, третье и первое место, да? Да. А ты? Первое. Первое место занял? Второе, третье. А в каких дисциплинах? Побегу. Бассейн золото. Молодец, молодец. А ты? У меня первое, второе и третье. Это в каких упражнениях? По танцам. По словам инструкторов, количество людей, готовых сдать норму ГТО, увеличивается с каждым разом. Родители сами ведут здоровый образ жизни и приучают к спорту своих детей. В следующем году организаторы ожидают еще больше желающих получить заветный значок. Ярослав Ярославцев, Денис Петров, информационная программа «День». А теперь к новостям в мире. В Германии прошли захватывающие соревнования по слэклайну. Зрелищные трюки показали участники из 14 стран. В немецком Штутгарте прошли двухдневные соревнования по слэклайну World Slakline Masters. 30 участников из 14 стран на широкой стропе продемонстрировали захватывающие трюки. Спортсмены соревновались в нескольких дисциплинах, включая триклайн и лучший трюк. В триклайне победил чилиец. «Лучший слэклайнер здесь тот, кто выступает в свободном стиле. Я полон эмоций». В состязании на лучший трюк победил бразильский спортсмен. Он обошел ближайшего соперника немца после того, как выполнил двойной переворот с падением на колени. Впрочем, все участники удивляли зрителей и судей сложными трюками. Они выполняли обычные сальто, сальто назад, двойные и тройные перевороты. Слэклайн зародился в 80-х годах прошлого столетия. Слэклайнеры выполняют акробатические трюки на широких стропах, которые, в отличие от каната, не вытягивают струну. Слэклайн делится на несколько видов, которые предназначены для совершенствования разных форм мастерства. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Еще больше информации на сайте Первого Мутищенского. А также подписывайтесь на нашу страничку в Инстаграм. Далее вас ждет прогноз погоды. Оставайтесь с нами и спасибо за внимание. Премия «Наше Подмосковье» учреждена губернатором Московской области Андреем Юрьевичем Воробьевым в 2013 году для поддержки социальных инициатив и гражданской активности жителей региона. Ежегодный призовой фонд премии – 180 миллионов рублей. В этом году будут вручены тысяча премий в номинациях «Экология», «Творчество» и «Духовное наследие», «Волонтерство» и «Благотворительность», а также номинации «Прорыв». В 2019 году проекты подаются в номинации, а не в категории. Тем самым у всех проектов есть равные шансы на получение денежных наград. В период с 3 июня по 4 августа жители Московской области могут зарегистрироваться на сайте нашадефисподмосковье.рф и подать свой проект. Каждый соискатель может подать заявку только на один проект. В ней он должен заполнить информацию о своем реализованном проекте и указать планы по его дальнейшей реализации. До 4 августа к проекту могут присоединиться члены инициативной группы проекта. Наличие команды проекта является одним из критериев его оценки. Эксперты Совета по присуждению ежегодных премий «Наше Подмосковье» всесторонне оценивают поданные проекты, а также участвуют в днях презентации проектов, которые пройдут в августе и сентябре. На них авторы проектов, претендующих на победу в премии, должны лично презентовать свои проекты перед экспертным советом. Подробную информацию об участии в конкурсе вы можете найти в разделе «Премия» на сайте наша-дефиз-подмосковье.рф Сколько времени нужно, чтобы научить детей быть хорошими пассажирами? Что в автомобиле нужно вести себя спокойно, пристегиваться? А ремнем или в кресле зависит от роста или веса. Не так много. Дети быстро все схватывают. А сколько времени нужно вам, чтобы понять, что безопасность своего ребенка можете обеспечить только вы? Продолжение следует... Подмосковье переходит на раздельный сбор мусора «Два бака», цель которого – улучшить экологическую обстановку. Во дворе установят два контейнера. Синего цвета с бутылкой – он предназначен для сбора сухих отходов. Второй – серого цвета с бананом – для смешанных отходов. Сортировка мусора снизит объем и количество мусорных свалок в два с половиной раза. Сортируя мусор сейчас, мы помогаем спасти нашу экологию. Два бака – одно чистое Подмосковье. Сортировка мусора Продолжение следует... Не став в холодильник горячее блюдо, еду охлаждать нелегко ему будет. И с этой минуты, запомни, пойдет электроэнергия и перерасход. А если ты свой холодильник оставишь надолго открытым, то снова заставишь с двойной силой трудиться его. Полезного в этом опять ничего. Из этих примеров наглядных простых многие сделали вывод. А ты? Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Карту «Стрелка льготной тарификации» могут получить школьники, студенты, школьники сельской местности, военные пенсионеры. Для этого пройдите авторизацию и осуществите вход на региональный портал государственных услуг Московской области. Выберите категорию карты. Заполните все поля и перед отправкой проверьте правильность заполнения. Проверить статус заявления вы можете в разделе «Обращения». Для получения карты обратитесь в МФЦ. Для этого вам понадобится номер заявки, документ, удостоверяющий личность и документ, подтверждающий право на льгот. Для активации карты оплатите ее залоговую стоимость на сайте стрелкокарт.ру или в мобильном приложении. Пополняйте карту быстро и без комиссии на официальном сайте и в мобильном приложении стрелкокарт.ру. Редактор субтитров А.Семкин